После встречи в Алма-Ате на нашем континенте появилось новое образование – Содружество независимых государств. Историки дадут со временем этому событию свою оценку. А пока ясно одно – теперь миру придется иметь дело и строить отношения с 11 суверенными государствами одной шестой части суши. И мы, и мир вокруг нас становится иным. Сегодня президенты суверенных государств, принимавшие участие в Алма-Атинской встрече, возвращаются домой и подводят итоги. Первых интервью, которые дали президент Ельцин и сопровождающие его лица, возвратившиеся из Алма-Аты в Москву, подчеркивалось кардинальное отличие новорожденного Содружества от бывшего Союза. Самое главное – это независимость каждого государства. На этом основан весь принцип нашего соглашения. Без центра, без диктата. Президент Ельцин отметил, что каждое государство, член Содружества, будет проводить свою собственную экономическую политику. Мы будем согласовывать цены, этапы реформы, ее, этой реформы, вопросы согласования темпов, сроков и так далее. Только-только в этом. Во всем остальном полная самостоятельность. Отвечая на вопрос о валютной системе Содружества, Борис Ельцин сказал. Мы договорились, что будет общий рубль во всех странах Содружества, в 11 странах. В дальнейшем, если какая-то республика или государство решит создать свою национальную валюту, только по согласованию со всеми остальными. В этом очень важное принципиальное наше согласие. Я удовлетворен именно тем, что мы этот процесс предвидели давно. И можно сказать, это была наша политическая платформа, которая сегодня воплотилась в вид. Представит трудная работа, трудная в том смысле, что сейчас уже нет центра, не будет центра, на котором можно было свалить все наши проблемы, все наши трудности. Как будет проходить ратификация у нас в парламенте? Замечания могут быть по статусу автономии, потому что это тот вопрос, который нас волнует больше всего, имея в виду состояние в Карабахе. И мы обязаны при ратификации вписать в протокол соответствующую оговорку на этот счет, чтобы получить твердые гарантии существования Нагорного Карабаха как автономного образования. Нам представляется, что никто не должен уповать, что создав содружество, теперь кто-то за кого-то будет решать. Факт произошедший, каждое государство суверенно, независимо, оно должно решать свои политические, экономические, социальные, культурные вопросы, но в целях ускорения координируются и усилия в этом содружестве. Поэтому образование содружества надо рассматривать не как образование нового государства, а это содружество для координации, я еще раз хочу сказать, усилий для решения общих вопросов. Теперь каждая республика решает свои вопросы самостоятельно, с учетом специфики, с учетом интересов всех. Я еще раз повторяю, всех, кто проживает на территории республики, независимо от национальности, независимо от веры, независимо от социального положения, каждая республика решает свои вопросы самостоятельно, вместе с тем, отдавая себе отчет о том, что есть тысячу проблем, которые надо решать вместе, эти вопросы будут решаться теперь без команды центра, будут решаться сообще на так называемых взаимовыгодных условиях.